Вашка воевает изусима, правда? Да, но я привык. Для меня это не новость. Я не боюсь. Да, я воюю не со всеми. Я воюю за что-то. Ну, за правду, за справедливость, за право. Мне кажется, это важно. А воевать со всеми, вообще, как бы я и не планировал, и не хочу. Но если так получается, значит так получается. Сводки со внутреннего фронта. В Одессе продолжается операция Бусик. Да, она и не заканчивалась, операция Бусик. Операцию Бусик сегодня, это дебильное решение властей, которое сорвет процесс мобилизации. Нормальный, эффективный. Сорвет. Они просрут мобилизацию в стране. И как просрали подготовку к войне, так они просрут и мобилизацию, и мобилизацию экономики, и мобилизацию личного состава. Эффективно ее провести они не в состоянии. Со своими дебильными действиями они приведут к тому, что произойдет обратный эффект. Обратный, не прямой, а обратный. Они не проблему решат, а создают огромную социальную напряженность в обществе. И есть проблема сегодня, конфликтность между разными блогерами, которые поддерживают разную позицию относительно этого. Чатик завален хейт комментариями и оскорблениями в отношении блогеров. Проукраинские блогеры взяли деньги или их запугали. Или дуболомы, как Петров. Вы оскорбляете блогеров сегодня. И это говорит о том, что есть очень повышенный градус социальной напряженности в обществе. И с этим нужно что-то делать. Вы хотя бы внутри себя его чуть-чуть снижайте. Никто из блогеров не захочет вам отвечать или вообще в целом участвовать в дискуссиях, когда вы пишете вот такие вот комментарии. Только сверхсильные личности смогут переступить через себя и вам ответить, сказать, с хера ли я дуболом, написал бы Петров. Слышь ты, короче, я тебе сейчас объясню свою позицию. Вот она такая, такая, такая. Это сложно делать. На хейт отвечать сложно. Блогеры в итоге забанили, например, меня. А, может быть, и многое из вас, из зрителей, забанили везде, всюду. Вместо того, чтобы дать аргументированный ответ на мои вопросы. Переходят на обсуждение моей личности. Мне, ребята, ну как вам... Вы же сейчас смотрите это. Как вам это объяснить? У меня вот длинные волосы, патлы были. В Луганске, понимаете, еще в 90-х. Понимаете? Вот человек с длинными, раздражающими всех волосами. Сколько в жизни я выслушивал и слышал этого всего хейта в отношении себя и своей внешности. От того, что у меня есть борода или нет. Длинные волосы или нет. Обсуждение моей личности. Мутный я тип или не мутный. Приятный или неприятный. Мне все равно, поймите. В политическом блогинге, в политических баталиях идеологического характера сложных важно давать аргументированный ответ на слова, на суть сказанного. Обозвать говном, бородатой недорослью. Там или еще что-то. Не сложно. Включить шариевщину. Или включить Дубинского и Портнова. Там про тупой собачий рот. Можно. Это не сложно. Это вот так раз и все. И ты опускаешься на самое дно. Туда включаешь быдло стайл. А по сути отвечать. Это сложно. Отвечайте по сути. Ведите дискуссию по сути. Не надо врать и брехать в своих постах. И в фейсбуке, и в телеграммах. Пишите правду. Отвечайте на вопросы, которые я задаю. И проблемы, которые поднимаю. Вот когда вы по сути напишите аргументированный ответ. Я, возможно, с ним соглашусь. А, возможно, нет. Я, возможно, напишу, что согласен с аргументами. Хотя бы вы позицию свою выскажите. Потому что обсирать за глаза друг друга не сложно. Так делают русские. Забанить всех на своих каналах. Так делают русские. Не дать возможности аргументированно отвечать. Так делают русские. Отвечайте конкретно. Помните этот мем? Да, на мой конкретно поставлен. Пишите по пунктам. Первый пункт. Второй. Что вы думаете по поводу достичной мобилизации? Поддерживаю, не поддерживаю. Что вы думаете по поводу отсутствия регрутинговой кампании? Почему она не проводится? Вы выступаете против или вы выступаете за? Почему? Почему не включить сегодня возможности принять закон о создании частных военных кампаний, если они нам нужны? Почему Министерство обороны не проводит рекрутинг на контракты? Почему не принятое решение на полгодовые, на годовые контракты? Разве что-то в этом есть сложного в моем предложении? По-моему, нет. Вопросы люди задают. Как вы думаете, Андрей, будет рассматривать президент вопрос про регистрацию ЛГБТ-партнерств? А я не знаю. Они срать хотели на все предыдущие петиции, которые там им писали. Петиции им, по-моему, до одного места. Это механизм у нас стране не работает. И я не знаю, будут или нет рассматривать. Но вы что думаете? Вы же это же... Ну можно же во время войны обсуждать не только фронт. Ну не только. Я же не говорю, что это самая важная сегодня новость. Регистрация ЛГБТ-партнерств. Но это же тема, которая уже перезрела даже. Не то, чтобы, ну типа, она на начальстве... Она перезрела эту тему. У нас война уже. Можно этот вопрос решить хоть сегодня? Легализация оружия. В том числе автоматического. Разрешение на приобретение оружия. Для всех украинцев. Назрел этот вопрос или нет? Что вы по этому поводу думаете? Что думает по этому поводу ваша политическая партия, которую вы поддерживаете? Почему одни эмоции по поводу этого? Ой, Луганский, короче, говно. И я давно подозревал, что он такой мутный тип. Короче, все. А конкретно, что конкретно? Это же позиция как у ватников. Луганский, ты врешь постоянно. В чем конкретно? Вот я сейчас не помню конкретно, но такое ощущение, что постоянно. По сути, отвечайте. Это вопрос сегодня касается в целом страны. Насильственная мобилизация. Это серьезный вопрос или нет? Почему блогеры позасовывали языки в одно место? Потом обижаются, что ты так общаешься с нами, что мы с тобой общаться не хотим. А что вы молчите? Вы лидеры общественного мнения или нет? Вы рефлексируете или нет? У вас есть понимание решения проблемы или нет? Или вы считаете, что это вовсе не проблема? Почему людей сегодня стреляют с сафари на границе с использованием тепловизоров на внедорожниках, которые есть, которых на фронте нет? Вы понимаете, что охота, даже охота, подводная охота имеет свои правила. Охотится с тепловизорами на животных на сафари, на настоящих, на большую африканскую пятерку. Там льва-носорога. Это ужасно. Это вообще, я бы запретил бы говно такое. Вообще ужасно к этому отношусь. Но тем не менее, вот оно существует. Сафари это есть. Но даже там охотиться с тепловизором запрещено. Потому что это негуманно. Потому что вы не в равных условиях с тем, на кого охотитесь. Ночная подводная охота. Рыбалка ночная подводная. Вот этот с ружьем, да, человек, ночная. Запрещена с фонарем. Потому что это негуманно. Потому что это ставит вас в неравные условия с рыбой. Потому что это нечестно. Охота на людей при помощи тепловизоров, возможно, на фронте. Когда снайпер это называет охотой. У него работа такая, он на фронте. Он занимается непосредственно своей работой. Но здесь же речь идет про политику. Что ж вы все молчите? Как будто бы этой проблемы нет. Нет гуманности и нет справедливости. Фоторужье. Ну я, например, фоторужье. А по поводу того, что вы оскорбляете блогеров, а потом хотите от них какую-то дискуссию, то во многом блогеры правы. Они не хотят с вами дискутировать. Потому что вы их оскорбляете. И оскорбляете их членов семьи. А поскольку чат я сделал для того, чтобы смотреть в том числе настроение общества и градус агрессии, то я не удаляю эти комментарии. А они пишут потом, что они убедились на Луганского, который не трогает свой чат. Я должен извиняться за свой чат. Это не мой чат. Я к этому чату имею отношение как к создателю, но не имею отношение к написанию этих комментов. А вы пишите вот такое. Конечно, они не хотят потом с вами общаться. Закрываются. Чик-чик, я в домике. Что делать жертве операции Бусик? А я не знаю ответ на этот вопрос. И я не знаю. Не знаю. Медкомиссию проходить, видимо. Что я могу сказать? Андрей, для чего вы пытаетесь донести свою мысль снова и снова? Хотя никто не хочет вас слушать. Вы же сами на моей памяти один раз точно рассказали на стриме про Кассандру. Да, есть такой синдром Кассандры. Но у меня есть надежда, что все-таки кто-то меня услышит. Почему? Я прям не думаю, что совсем-совсем никто не хочет меня слушать. И думаю, что слушает. И есть. Некоторые стрим смотрят, даже лайки ставят. Ну, не все, конечно. Ну, тем не менее. А если блогеры не молчат, а поддерживают закрытие кордонов, обмежение прав и воли, неревности? Або это просто незручная и непопулярная тема. Я доси роблю так, как вы радите питаю блогерів про кордоны и конституцию. И якщо відповідь так треба. Ну, все же могут иметь такую позицию. Тогда вы же делаете выводы. Тогда хотя бы вам становится понятна позиция блогера. Ну, вы делаете выводы. Вот такой-то, такой-то блогер. Поддерживает насильственную мобилизацию. Поддерживает ее. Поддерживает незаконно закрытые границы. Ну, поддерживает. Предлагает лишать гражданства людей, которые не воюют на фронте, например. Ну, такая у него позиция. Ну, и делаете выводы. Какие выводы делаете? Я не знаю, какие. Какие вы хотите? Ну, это же политика, политические вопросы. И мы же говорим сейчас не про фуд-блогеров. Не про бьюти-блогеров. Не те, которые рассказывают, как жарить яичницу. Или, там, готовить вкусный шашлык. Или, я там, не знаю, как варить борщ. Ну, типа, блин. Какие надо сделать выводы, если блогер, который рассказывает, как делать оладики. Там, вот, оладушки там, или, я не знаю, там, драники, как правильно там сделать. Какое имеет отношение к его деятельности? То, что он считает, какое у него мнение по поводу насильственной мобилизации. Может быть, он вообще в этом не разбирается. А он разбирается в оладиках. Ну, типа, ну, окей, хорошо. Пирожки умеет печь, я расскажу, как их печь. Но здесь же речь идет про политических блогеров, которых вы поддерживаете. Или, с которыми вы, возможно, будете дискутировать. Делайте определенные выводы. Но, что тут такого? ТЦК пишет, территориальный центр комплектации. Да, сложно выговариваемое, вообще, на самом деле, слово. Мне очень сложно. Территориальный центр комплектации. И что-то там. И чего-то там еще. Там же еще чего-то там еще. Андрей, как вы думаете, что вынуждает большинство политических блогеров строить свой мир в футляре? Они закрылись у себя в блогах. Банят тех, кто тупо им не нравится. Кто задает неудобные вопросы. Те, кто осложняет им жизнь, показывая реалии. Это враг? Ну, для них, возможно, да. Какое общество мы построим тогда и что передадим нашим детям, кроме слепой ненависти? Жить по закону человек человеку волк страшная утопия. Не вижу возможности достучаться до них. Люди тупо видят то, что хотят видеть и верят в простые решения. Аргументы их не интересуют. Это и есть тот самый ПТСР. Но не совсем. Тут нужно немножко разделить ситуацию. Блин, а что я стакан с тобой не взял? Представляете, буду пить воду из кружки кофе. С стаканом идти далеко. Ничего, я так поспинячу. Вы же извините меня, правда? Не будете ругаться. По поводу блогеров. Первое. Есть блогеры, которые имеют непосредственное прямое отношение к политической силе. И я считаю, что в этом нет ничего такого плохого, зазорного. И вообще в целом политический блогер должен иметь политические предпочтения и сотрудничать, помогать какой-то политической силе. И это нормально. Нормально иметь отношение с какой-то политической силой. И это в принципе норм. В этом нет ничего такого. Сверх естественно. Сейчас отвечу, потом гдонатчик. Поэтому понятное дело, что вот этот вот срачик, в том числе в фейсбуке и в ютубе, в отношении меня, ну то есть вот, как бы, я не знаю просто, кто бы мог бы еще быть по ту сторону баррикад, кроме меня, я не знаю. Возможно есть, напишите. Я, честно говоря, не в курсе, не знаю. Но блогеры, которые имеют явное прямое отношение к политической партии Европейской Солидарности, к лидеру политической силы Европейской Солидарности, они вынуждены и должны, в принципе, по работе, по своей, должны защищать свою политическую партию, политическую силу. И это нормально. В этом нет ничего сверхъестественного и логически. Ну это логика, это логическая цепочка. Должны защищать политическую партию, к которой принадлежат. Ну логично, окей, это нормально. Ну и даже хорошо. Типа ок, норм. Другой вопрос, как? Если аргументов нет, то слова в виде там говнина, ссанина, там ссыкло, бородатая недорстль и вот это вот все переходы на личности, говорят о слабости позиции. В интернете, при политических дискуссиях и вообще дискуссиях разного характера, в комментариях и в дискуссиях публичных, когда это читают все остальные люди, так принято долгие годы. Ну, по крайней мере, я так к этому привык много десятилетий уже, сколько там интернет существует и существуют форумы еще там, начиная с форумов. Если в дискуссии человек переходит на личности, начинает обсуждать там твой ник, внешность, личность, личную жизнь вместо поиска аргументов, то он слился. Это называется слив. Ну, типа, намекая, что слив унитаз. Ну, типа, шутка юмора заключается в этом. Это называется слив. Кто сливается? Тот, кто переходит на личности. Тот, кто банит оппонента. Ну, когда один блогер взял, забанил другого блогера. О чем это говорит? Ну, слабость позиции, значит, все, это слив. Ну, тогда еще писали, помните раньше, слив засчитан. Ну, это значит, что, типа, ну все, проиграл дискуссию. Когда переходят на оскорбления. Когда вот эти вот, ну, это вот, шариевщина, когда шариевщина включается. Когда шари, когда шари мне писал в твиттере, я носу тебе на лицо, там, типа, чувак, что у тебя за какие-то странные. Транные сексуальные фантазии. Вообще. Публично, причем. Что за херня? Это Дубинский про тупой собачий рот. Это Портнов. Вот эти вот угрозы. Причем такие, ну, гнилые, гнусности. Когда вы пишете про говнину, про ссанину, про памперсы, про вот это вот все. Ну, к сожалению. И я хочу напомнить это украинским блогерам, что еще с 14-го года давным-давно уже принято, что если пишут вам про жопу, говно и рот, можете не сомневаться. Это русский патриот. И речь про русскость это. А мы же не они, мы же не один народ. Поэтому ребята, которые, я имею ввиду, которые блогеры, которые закрылись в своем чик-чик домике, вот в своем футляре. Они, во-первых, высказались против Луганского, который негодяй, он же позволил себе критиковать самого Петра Алексеевича Порошенко. Вы представляете, Петр Алексеевич, какую змею вы пригрели у себя на своей широкой груди. А мы же думали, а я всегда подозревал, что он мутный. Какой-то он мутный этот Луганский. Я всегда так думал. А вот теперь-то все и выяснилось. Все. Хорошо, что я не смотрел его стримы и смотреть не буду. И я всегда так думал. А по факту что? По сути. Поэтому, что я хочу сказать. Почему они строят свой мир в футляре? Потому что, во-первых, позиция слабая. К аргументации они не готовы. К дискуссиям они не готовы. И это называется, вот этот вот хейт в отношении меня, называется раздражающая правота. Это когда оппонент раздражающий прав. Я в этой дискуссии прав. Я поднимаю сложные вопросы. Дискуссионные. Можно иметь разные мнения, разные точки зрения насчет насильственной мобилизации, незаконно закрытых границ, насчет регистрации однополых партнерств. Я уже вообще даже не поднимаю тему легализации марихуаны и вообще так вскользь прохожу про легализацию приобретения оружия, в том числе автоматического, стрелкового для украинцев. Вообще даже на это просто не хватает ни времени, ни сил. Но вопросы сложные. И предложения у меня есть, как их решить. И люди, которые выступают сегодня против, против этого, против меня, они высказывают свое мнение про меня как личность, но не высказывают аргументы свои. Это говорит про их слабую позицию. К сожалению, вот маем, вот еще маем. Потому что Луганский, что ты как этот? Вот, к сожалению, вот такие сегодня реалии жизни украинских блогеров. Я готов, еще раз, я готов к дискуссиям. Я готов к аргументам. Я готов к каким-то дебатам, к чему угодно, пожалуйста. Но выслушивать оскорбление в свой адрес, вот эту вот шариевщину про говнину Санину, ну это, мне кажется, очень слабо. Это слив. Просто, ну просто слив. Мне кринж, стыдно. Вроде написал не я, сказал не я, а стыдно все равно мне. И для того, чтобы закончить эту тему, хотя сказал, сказал все, что угодно, все, что хотел. Нет, сказал все, что хотел, не все, что хотел. Безумие это точное повторение одного и того же действия. Раз за разом в надежде на изменения. Это про споры с другими блогерами. Не согласен с вами. Вообще не согласен с вами. Почему? Потому что действия мои, мои вопросы к оппозиции, мои вопросы к блогерам, к политической элите страны, назовите это блогинга, то есть к пишущим, думающим блогерам, привели к результату. Вполне прогнозируемо, что это привело к хейту в мой адрес. Посмотрите, какой он продался рептилоидам, Ахметову, Ермаку, масонам, я не знаю, там, фараонам, планете Нубиру. Вот это вот все. Это было легко понятно прогнозируемо. Обсуждение внешности и личности вполне понятно. Но тем самым поднялся и вопрос тот, который задал, чего же вы все молчите. И они все равно этот вопрос подняли. Получают комментарии, поднимают эту тему, эти вопросы и начинают размышлять и понимать, что мир не так радужный, как им казалось. Что вопрос и проблема в обществе есть. Проблема, вопрос серьезного характера. С этим нужно что-то делать и как-то решать. Иначе общество сильно поляризовалось. Поэтому, если бы это не привело ни к чему, я был бы согласен с вами, что это безумие повторять одно и то же раз за разом в надежде на изменения. Но изменения же есть. Блогеры начали писать про это видео. Блогеры начали писать про это посты. Конечно, сапсерами меня. Но тем не менее, посты есть, видео есть и обсуждения есть. Что в принципе меня радует. Я этого эффекта добился. И я этого и хотел. Поэтому еще раз предлагаю всем участвовать в этих дискуссиях. И в том числе вам, зрители. Приходите, пишите комментарии, смотрите эти видео, высказывайтесь аргументированно, полупросты напишите в конце концов, чего вы давно не делали. Найдите аргументы, выскажитесь в поддержку той или иной позиции. Аргументированно выскажитесь против какой-то позиции. Но тем не менее, главное, чтобы она у вас какая-то вообще позиция была. Покажите, это интересная проблема, важная, насущная или яйца выеденного не стоит.